Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Минус два этажа. В Адлере начали демонтировать многоэтажку на улице Каспийской. Засада в зимовках. Сочинцев просят подготовиться к очередному этапу борьбы с мраморным клопом. 724 папы в розыске. Сочи вошел в список городов-края, где больше всего долгов по алиментам. Сочинцы могут перечитать Бродского. Фрагменты стихов вписал в свои картины художник Александр Яковлев. В Сочи решилась судьба еще одного самостроя. В Адлере начали демонтировать многоэтажку на улице Каспийской. Здание сносят вручную. Рабочие разбивают блоки, которые раньше служили стенами между квартирами. И с помощью спецтехники. Отбойный молоток дробит пол и перекрытие между этажами. Рабочие за несколько дней уже снесли один этаж. До конца недели планируют демонтировать еще один. Тогда здание приобретет законный трехэтажный вид. Именно на три этажа администрации Сочи было выдано разрешение на строительство. Застройщик, выполняя строительные работы, превысил допустимую этажность на два этажа. Решением суда застройщика обязали привести в соответствие данный объект путем демонтажа двух этажей, превышающих разрешение. Застройщик сносит незаконные конструкции своими силами. Так он не потеряет земельный участок, которого мог лишиться, если бы за демонтаж взялась другая организация. Кстати, прецедент уже есть в Лазаревском районе. Случился первый прецедент изъятия земельного участка и продажи его с торгов с последующим приведением новым собственникам земельного участка в соответствии с требованиями законодательства. Торги состоялись, появился новый собственник, теперь который должен привести данный земельный участок в соответствие и снести здание. Такая же участь ждет и других застройщиков, которые не спешат исполнять решение суда. Дом на Каспийской уже 13-й в этом году многоквартирный дом, построенный на земельном участке под частный, который демонтируют по решению суда. Еще 118 объектов, в их числе и многоквартирные дома, тоже ждут своего часа. Решение об их сносе уже есть. В Сочи будут судить 16-летнюю девушку, убившую брата своего приятеля. Установлено, что в ночь на 26 июля она со своим молодым человеком и его 24-летним братом распивала алкоголь у них дома на улице Мзымтинской. По версии следствия, между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Со слов девушки, она попыталась разнять парней, но брат молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ на это девушка ударила обидчика ножом в спину и убежала домой, выбросив по дороге нож. Брат пострадавшего вызвал на место полицию и скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть. На время следствия несовершеннолетнюю девушку держали под домашним арестом, дело передано в суд. Сочинцев просят подготовиться к очередному этапу борьбы с мраморным клопом. Сейчас вредитель устраивается на зимовку в сухих теплых постройках, на чердаках, подвалах, гаражах и складах. Как только это произойдет, владельцам частных домов и собственникам участков необходимо приступить к уничтожению насекомых механическим путем и через точечную обработку в местах скопления. Прошлой зимой этот способ уже показал свою эффективность. В этом году муниципалитет предпринял целый комплекс мер по борьбе с вредителем. Вместе с ней и цветоводство, и субтропических культур разработана программа защитных мероприятий. Отработаны сроки и способы борьбы. Для населения разработана специальная памятка с подробной инструкцией по обработке зеленых насаждений. Также в ней указаны контактные данные ответственных специалистов в администрации города и лицензированных организаций, осуществляющих обработку. В этом году на борьбу с карантинными вредителями на муниципальных территориях Сочи выделено больше 13 миллионов рублей. Собственникам необходимо делать обработку самостоятельно. Земли садовых товариществ, владельцам участков, территории многоквартирных жилых домов, управляющим компаниям. В случае неисполнения управляющими компаниями своих прямых обязанностей жители могут обращаться по телефонам горячей линии. По этим же номерам жители могут также сообщать о фактах появления вредителей. К недобросовестным хозяевам могут применяться штрафы. Курганинский район выдержал экзамен на высшем краевом уровне. Промышленный потенциал муниципалитета оценил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он посетил несколько ведущих предприятий. Это завод тротуарной плитки и комбинат, который занимается замороженными полуфабрикатами. Производство совершенно разное, но каждая помогает выйти на новый уровень всему муниципалитету. О перспективах и, конечно, проблемах района говорили уже на встрече с местными жителями. Роботизированный аппарат с ювелирной точностью придает идеальную форму пельменям и вареникам. Такой конвейер может заменить десяток профессиональных хлебщиков. За 12-часовую смену здесь получают 30 тонн готовой продукции. У каждого нашего продукта есть свой стандарт по весу, по наполнению, то есть соотношению фарша и теста. Например, у данного продукта вес фиксированный 20 грамм один пельмен и наполнение 60% фарша. Чтобы из сырья, то есть фарша и теста, получить готовую упаковку пельменей понадобится не больше 30 минут. В соседнем зале в это время без остановки трудится мечта любой домохозяйки – автоматический блинопек. Аппарат может приготовить 10 тысяч блинчиков в час. Но, несмотря на всю высокотехнологичность производства, его директор с гордостью показывает Вениамину Кондратьеву цех ручной работы. В нем, что называется, делают настоящий хендмейт. Все эти полуфабрикаты сразу расходятся в магазины не только Краснодарского края, но и по всей России, даже в страны ближнего зарубежья. Сегодня мы можем смело сказать, что это кубанская продукция. Она великолепного качества, красиво упакована. Глаз радует, что сегодня мы на витринах видим. Мы должны четко воспользоваться тем, что эта продукция произведена на Кубани. Кубань изначально для всей нашей страны – это знак качества. Она максимально пользуется спросом у россиян. И это наше в целом, и производители, и Кубани – настоящее кубуретное преимущество. И вот мы говорили, безусловно, ярмарки, не ярмарки, сети. С ними нужно работать, чтобы еще активнее наступать с кубанской продукцией. И это мы будем делать. И благодаря вот таким инициативным людям мы, еще раз подчеркиваю, имеем вот такое современное сегодня производство. И молодцы, что сохранили ручной труд. Во время рабочей поездки по Курганинскому району губернатор буквально погружается в структуру его экономики. Производство, которое посетил глава региона, наглядно демонстрирует диверсифицированный подход к промышленности. Кроме пищевой переработки, активно развиваются предприятия, нацеленные на строительный рынок. Например, компания по выпуску стеклопакетов работает всего три года, но уже расширила свои мощности и запустила новый цех по закаливанию стекла. Сегодня вы являетесь поставщиком стеклопакетов для строительного комплекса края. А сегодня он, конечно, достаточно активно развивается. И, безусловно, мы хотим, чтобы он не просто развивался, а качественно развивался наш строительный комплекс. А ваши стеклопакеты, естественно, они вписываются в то понимание качества, которое мы закладываем. И наша задача сегодня сделать все, чтобы с развитием строительного комплекса, естественно, развивалась и ваше производство. Здесь вам важно не отставать от роста строительного рынка. Естественно, дополняя друг друга, вы придете к финансовому успеху. Мы вкладываемся сейчас, то есть новое оборудование взяли, чтобы ассортимент продукции расширить. Масштабные преобразования готовятся на еще одном районообразующем предприятии. На заводе по производству тротуарной плитки планируют построить вторую очередь. Мениамину Кондратьеву показывают, как устроен комбинат. Он располагается прямо на месторождении, где добывают грабильную песчаную смесь. Которую сразу отправляют в работу. Сейчас здесь производят 2,5 миллиона квадратных метров плитки в год. У нас качественная краска, например, немецкая, а не китайская. За счет качественной продукции мы выпускаем качественную плитку, которая гарантирована, долго будет служить. Для нас принципиально важно соотношение цены и качества. Но для нас немаловажным является и то, что если район, как и другие районы, у вас закупают плитку, то дальнейшее сопровождение ее качества уже в процессе эксплуатации тоже остается за вами. Потому что это не та плитка, которая к нам приводится откуда. И потом мы в случае, если что-то с ней происходит, не можем найти того, не то что поставщика, а даже производителя. А здесь производитель, и он же поставщик, естественно, он здесь свой. В этом ваше конкурентное преимущество в качестве, в цене и в возможности уже качественной плиткой по достаточно доступной цене для муниципальных образований. Поставлять на наш внутренний рынок. Внутренний рынок. А сегодня он достаточно емкий, потому что программы и федеральные, и краевые по благоустройству городов, станиц, парков, скверов достаточно активно сегодня работают. В целом, о развитии Курганинского района говорили уже на встрече с местными жителями. Показатели муниципалитета действительно выросли во многих направлениях. Так, с 2016 года увеличились объемы промышленного производства более чем в полтора раза и приблизились к 1 миллиарду рублей. По этому показателю район поднялся с 24 на 19 место. И, как показывает статистика, местные жители все чаще идут в бизнес. Плюсом к прошлому году плюс 20 процентов. Сегодня это уже 3650 субъектов МСП. Хотел бы отметить, что очень активно в муниципальном образовании именно малый и средний бизнес пользуются всеми мерами государственной поддержки, которые мы создаем. Однако, как отметил глава региона, ему важнее видеть не те сухие цифры, которые указаны в докладах, а то, как на самом деле сегодня живут люди в районе. Наблюдают ли они изменения в лучшую сторону и решение наболевших проблем. Много жалоб на имя губернатора приходит по теме жилищно-коммунального хозяйства. Так, в Курганинске люди уже устали ждать, когда их дом на улице Кавказской наконец-то отремонтируют. Если деньги есть в фонде ремонта, у вас собираемость тоже высокая, 94 процента, то и ремонт тоже должен быть адекватной собираемостью, раз она высокая. Естественно, к качеству ремонта многоквартирных домов. Люди не могут тогда об этом писать, потому что должны быть адекватные встречные действия в виде ремонта капитальных. Что это за дом по Кавказской 1? Его ремонтировать надо, но мы сегодня делаем 10 домов по программе, которые есть. Все эти 10 доля софинансирования и собираемость очень высокая. Что нельзя сказать, конечно, по Кавказской 1. Собираемость очень низкая, 54 процента. Но немножко, я думаю, мы здесь поправим. Нужно дополнительные средства в порядке исключения. Значит, мы изыщем возможность вам эти средства дать. Но проблему с этим домом по Кавказской 1 в Курганинске, ну, закройте. Да, правильно. Закройте. Поручения пишите, потому что не стыдно получать уже эти обращения от людей, потому что явно проблема перезревшая. Я понимаю, что платежи не такие, какие должны быть, фонд капремонта. Но, тем не менее, все-таки настроен больше на решение проблемы. На встречу с губернатором в местные дом культуры пришли порядка 400 человек. Один из первых вопросов из зала – от директора спортивной школы Олимпийского резерва. Он обратился от лица всех учащихся. Воспитанникам, которые завоевывают различные награды, сегодня просто не на чем добираться на соревнования. И, как оказалось, это проблема ни одного конкретного города. Количество учеников в нашей школе постоянно увеличивается. В связи с этим стоит острая проблема в доставке спортсменов к местам соревнований. На специализированном автобусе. Большая просьба вам оказать содействие в приобретении автобуса для наших воспитанников. За вопрос спасибо. Я думаю, что вопрос вам удалось задать. А я теперь думаю про другие школы. У них такая же проблема стоит в доставке ребят к местам соревнований. В другой спортивной школе есть автобус. Хорошо. Пожалуйста, министр спорта. Полномочия, в принципе, это муниципалитета. Но давайте мы возьмем вопрос на проработку, Вениаминович. У нас сейчас такого пункта в программе нет. То есть именно покупки автобуса для муниципалитета. Нет, коллеги, еще с подчеркну. Мне важнее не спорт высоких достижений. Мне важнее вот этот спорт мальчишек, девчонок в обычных школах. Массовый спорт. Поэтому посмотрите не только на эту школу. Это само собой поручение протокола будет. Вы на подобные школы посмотрите, есть ли у них автобус. В целом. И если нет программы, так создайте ее. Хорошо, Вениаминович. Хорошо. Договорились? Да. Много вопросов касалось социальной сферы. Так, в Курганинском районе огромный дефицит медицинских кадров. 47%. Привлечение врачей на село – одна из первоочередных задач. Мениамин Кондратьев поручил подготовить специальную краевую программу, которая поможет решить эту проблему. Приобретение жилья мы делали. И в своем докладе я сказал, что 17 квартир мы приобрели. Плюс еще в районе сделана муниципальная программа. Я не знаю, есть она где-то в других районах или нет. Мы выделяем единовременно 500 тысяч рублей. Для того, чтобы привлечь врача не на квартиру, а чтобы он сразу купил себе земельный участок и мог строиться и привязать его к существующей местности. Ну вот именно и расшивали эту проблему с жильем для врачей. Евгений Иванович, у нас заехала по программе «Земский доктор» в Краснодарский край за 8 лет 4 тысячи врачей. 4 тысячи врачей. При этом все равно у нас дефицит составляет 7 тысяч врачей сегодня на весь Краснодарский край. Безусловно, это проблема, да. Если будет жилье, это уже аргумент молодой семье после медакадемии уехать жить в сельскую местность. Это очень серьезный аргумент предоставления жилья. Даже пусть каждый год мы будем покупать определенное количество, либо строить. По-другому мы не разоштем проблему. Ну вот что, 47% – это огромный дефицит. Огромный. И это проблема, которую, естественно, надо решать. И районы, никакие районы без краевой поддержки здесь не справятся. Это очевидно. Поэтому подготовьте программу по кадрам в системе здравоохранения, а в целом по краю. В этом году Курганинскому району исполнилось 95 лет. Муниципалитет встретил юбилей, можно сказать, в хорошей форме. Сюда стремятся инвесторы. Открываются новые предприятия. Ведь именно от социально-экономического развития зависит будущее района. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 4 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью – плюс 15, плюс 17. Днем 22-24 градуса выше нуля. Температура морской воды – плюс 21. За нацпроектами сможет следить каждый. В ближайшее время на Кубани заработает интернет-портал. На нем любой желающий сможет посмотреть, когда в его городе или селе появится, например, больница и сколько это будет стоить. Об этом стало известно на краевом совещании под руководством губернатора. На нем обсуждали выполнение федеральных и региональных программ. Здравоохранение, демография, производительность труда, безопасные дороги и целый ряд других направлений. Национальные проекты охватывают самые важные сферы жизни. Поставленные задачи выполнить нужно до 2024 года. Времени на обсуждение или согласование документов не осталось. За реализацией каждого этапа в регионе лично следит губернатор. Сегодня Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором напомним чиновников всех уровней о персональной ответственности за срыв программ. Освоение средств по национальным проектам у нас превысило 55%. Если уж объективно говорить, коллеги, это больше на 10%, чем в целом по стране. Здесь можно отдельно сказать, что есть проекты, которые уже практически завершены, и это не может не радовать. Но есть проекты, которые и проседают. Вот коллеги, те проекты, которые подошли к завершению, это люди делали. И наши с вами коллеги. И те проекты, которые проседают, там тоже люди. В том числе и наши коллеги. Только, наверное, недостаточно делали. Недостаточно. И там, и там люди. Только одни с большей долей ответственности. А другие, что как всегда, ну, как-нибудь. Вот в этой ситуации как-нибудь не устраивает ни меня, я уверен, ни вас, и никого, особенно жителей края. Хорошие темпы набрали программы, связанные с безопасностью и качеством автомобильных дорог. Задачи, поставленные на текущий год, уже выполнили в полном объеме. Отремонтированы больше 130 объектов по всему региону. В порядок приведены почти 250 километров краевых и муниципальных дорог. На эти цели направили почти 4 миллиарда рублей. Особое внимание и проектам, связанным с развитием здравоохранения. На модернизацию поликлиник, закупку нового оборудования и подготовку врачей только в 2019 году выделят больше 3 миллиардов рублей. Все нацпроекты важны. Но здравоохранение – это жизнь, это здоровье. Оно максимально важно для человека. Не важно, какого уровня и социального положения. Не важно. Вот это для нас всех принципиально важно, коллеги. Мы не видим рисков освоения финансовых средств до конца этого года. Все основные контракты уже заключены. В планах на этот год было создание пяти центров амплуатурной и онкологической помощи. На сегодня мы открыли уже 11. Мы вообще стараемся везде идти с опережением. Для сложенной работы над данными поручениями в регионе создан проектный офис. Его руководитель Светлана Герих доложила губернатору, что в зоне риска нет практически ни одного проекта. Но чтобы работа над ними стала еще качественнее, она предложила внедрить систему поощрений и взысканий. По словам Светланы Герих, такой механизм уже прорабатывается на федеральном уровне. Хотела бы обратить внимание на необходимость внедрения системы взысканий и поощрений. Полагаю, необходимым уже на региональном уровне определить меры дисциплинарной ответственности участников реализации региональных проектов. Необходимо поощрять работников, которые выходят с инициативы, ищут новые пути решения проблем населения, принимают все зависящие от них меры для удовлетворения потребностей населения. Те, кто добивается результатов, которые сегодня на самом деле не заметить невозможно, но и о них должны говорить люди, в первую очередь. Конечно, вот эти вот коллеги, даже не должностные лица коллеги, они заслуживают поощрения. Ну и абсолютно с вами согласен. Те, кто не добивается результатов, это тоже наши коллеги. Давайте разработаем систему, в том числе в рамках КОАПа, вы говорите уже, дисциплинарной ответственности. Я думаю, что это будет правильно. Все подобные вопросы не могут решаться в рамках одного кабинета краевой администрации. Совместная работа ведется и в межведомственных рабочих группах. Сегодня в совещании по нацпроектам принял участие спикер Кубанского парламента Юрий Бурвачко и руководители профильных комитетов. На мой взгляд, очень удачный формат. И ту работу, которую проводят и законодательные собрания в рамках парламентского контроля, мы и региональные и государственные программы рассматриваем, национальные проекты. Чтобы выполнить их в полном объеме, в крае разработали собственные региональные проекты. Их 45 по 11 направлениям. На местах воплощением в жизнь поставленных задач занимаются главы городов и районов. Одним из самых успешных в этом вопросе стал Новокубанский. Здесь даже сформировали собственный проектный офис. Муниципалитеты сегодня получают конкретную поддержку на конкретные вопросы. Я перечислил 260 миллионов рублей мы получили из краевого федеральных бюджетов в этом году. При нашем бюджете консолидированном в 700. В прошлом году это было 150 миллионов. В позапрошлом и до сотни не доходило. Совсем скоро следить за реализацией нацпроектов в Краснодарском крае сможет любой желающий. Для этого на Кубани запустят специальный интернет-портал. Новый сервис сделает работу чиновников прозрачнее и поможет людям понять, где, что и когда будет сделано в регионе в рамках федеральной программы. Это принципиально важно, потому что я уже сказал, что национальные проекты – это проекты, в реализацию которых вовлечена вся нация. И люди должны видеть уже реализацию национальных проектов, видеть вокруг себя. Но чтобы им было понятно это и прозрачно, что мы делаем портал, где, еще раз подчеркиваю, надо отразить все, что они получат, люди получат. Уже вследствие реализации национальных проектов – это школы, детские сады, фапы, фельдшерско-акушерские пункты. Они сегодня максимально востребованы. Спортивные площадки, детские площадки, тротуары, дороги – все это должно быть предметом этого портала. Вот все. Каждый зашел, где он живет, посмотрел, и что там будет в рамках реализации национального проекта. Сейчас у нас две недели на его, ну так называемый, пусконаладку. Мы сейчас просто его уже эстетически и содержательно наполняем. Портал создан, в течение двух недель он заработает, будет официально доступен для всех. Уже через месяц под руководством губернатора пройдет еще одно совещание по реализации нацпроектов. В ноябре ведомства выходят на финишную прямую по выполнению показателей этого года. В России может появиться новая категория льготников. Инициатива по ее созданию исходит из Государственной Думы. Ввести в Россию новую категорию льготников под названием «Жертвы перестройки» предложил заместитель председателя Комитета по образованию и науке Борис Чернышев. Как сообщает канал Russia Today, депутат направил соответствующее предложение в адрес министра труда России Максима Топилина. В письме говорится, что реформы в политической, идеологической и экономической сферах Советского Союза во второй половине 80-х годов привели к крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофе для миллионов жителей СССР в 90-е годы. По мнению депутата, от перестройки в большей степени пострадали граждане, которым в те годы было 25-45 лет. В стране существенно возросла смертность и упала рождаемость. Многие жертвы перестройки приобрели тяжелые заболевания. В этой связи Чернышев предлагает ввести льготы и субсидии для данной категории граждан. Но информации о том, какие именно меры господдержки могут быть приняты, пока нет. Сочи вошел в список городов-края, где больше всего долгов по алиментам. Такие данные озвучили на заседании пресс-клуба Общероссийского народного фронта в Краснодаре. В мероприятии также приняли участие судебные приставы. Основной темой беседы стало взыскание алиментов, пишут кубанские новости. Сегодня в Краснодарском крае за долги по алиментам разыскивают 724 человека. Больше всего должников в Сочи, Новороссийске, Краснодаре и Армавире. Самые эффективные меры борьбы с должниками, отмечают в службе судебных приставов Краснодарского края, это ограничение выезда за пределы страны, а также ограничение водительских прав. В этом году 2309 должников лишились права управления транспортным средством. Многих это стимулирует оплатить долги. Если налицо умышленное стабильное игнорирование плюс весомая задолженность за период более 4 месяцев, то уклонение признается злостным. И тут уже ответственность вплоть до уголовной. Таких должников в Краснодарском крае сегодня 557. Всего же с начала года в крае из должников по алиментам было взыскано около 588 миллионов рублей, составлено 2030 актов ареста. Сочинцы могут перечитать Бродского. Фрагменты стихов и сонат поэта представлены в картинах художника Александра Яковлева. Персональная выставка открылась сегодня в арт-медиа-центре «Родина». Перечитывая Бродского, так называется персональная выставка художника Александра Яковлева. Эпиграфом к выставке послужили слова поэта «Мы живы, пока мест есть прощение» и «Шрифт». Именно «Шрифт» является основой в каждой работе краснодарского каллиграфиста. Серия из 40 листов с высказываниями и фрагментами стихов любимого поэта написаны в разных техниках. Использовалось все – тушь, чернила, гуашь, батик и другие материалы. Творчество Александра Яковлева – это синтез живописи, графики и каллиграфии. То есть это композиции шрифтовые и цветовые. И каждый, наверное, сможет для себя даже какую-то цитату определенную почитать и подумать. Лишний раз обратиться к творчеству Бродского и получить эстетическое наслаждение. Эта коллекция создавалась на протяжении 16 лет. Какие-то работы удавалось написать за пару часов, на некоторые уходили годы. Я дожил уже до этих лет. Ночь один. Дожив-досидин. Ужинаешь один. Сам себе быдло, сам себе господин. Ну, поэтому я и начал этим заниматься. Лет 16, наверное, 15. Как уехал из душного Краснодара на дачу жить. Вначале ловил рыбу и рисовал, потом бросил ловить рыбу и продолжал рисовать. А потом, ну, Бродский нравится больше всего, поэтому мне это ближе и хочется делать, делать и делать. Работы Александра Яковлева уже были представлены на выставках в Сочи, Краснодаре и Волгограде. Его произведения находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом. Помимо полотен, посвященных творчеству Бродского, есть и интересные шрифтовые композиции, портреты и даже живопись. Но больше по душе Александру перечитывать любимого поэта. Оценить творчество Яковлева можно будет в течение месяца. Выставка находится в арт-медиа-центре «Родина». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Предоставлено мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.